Естественно, любое духовное развитие начинается с ответа на три главных вопроса. То есть, какие три главных вопроса? Первый вопрос это, кто такой я? Логично? Если мы неправильно отвечаем на этот вопрос, то любое наше действие получается бессмысленным. Согласны, что я? Ну, давайте разберемся. А кто же такой я? То есть, каждый из нас. То есть, нам все внушают, что я это человек, да? Но человек это сложно с основной слова. То есть, чело, то есть, лоб, выданное на век. Так же? Вот как у меня рубашка выдается на какой-то срок, изнасиловалась, я ее выбросил, надел новую. Точно так же тело человека. Век относил ее, изнасиловалась, заменил на новую. То есть, вы уже знаете, что кроме вот этого человеческого тела, или плотного тела, у нас есть и множество других тел, я получу, которым мы можем существовать, жить, эволюционировать. Все же вы об этом в курсе или нет? Да? Знаете. Значит, дошли до конца, а кто же управляет всеми этими делами и оболочками? Не докопались? Кто же хозяином является всего этого гардероба? Я. О, я. Да, а что ж такое это я? Что оно это? О, правильно. Продективный дух разума. Нет. Я могу жить и без ума, и без разума, и без интеллекта. Душа. Что? Душа. Душа? Ну, душу можно дьяволу продать, погубить ее. Есть люди малодушные, есть люди бездушные. Значит, я не душа. Продадите. О, дух. А что ж такое дух? О, уже вот теплее. Кто сказал, что свет? Он концентрающий. О, свет. Вот, вот, правильно. То есть, в видах пишется, что я, это индивидуальная, самосветящаяся частичка Всевышнего. Вечная, изначальная и блаженная. Она никогда не рождалась, никогда не погибает. Она не умирает, когда погибает тело. Она равняется, как это пишется, одной десятитысячной части диаметра волоса. То есть, на самом деле, это меньше любого атома, меньше любой элементарной частицы. То есть, живатма, если говорить современным языком, она находится вне времени и вне пространства. Поэтому она духовна, а не материальна. То есть, пространство и время появляются лишь от взаимоотношений двух первых живат, которые, как бы, начинают взаимодействовать между собой. Появляется пространство и время. Но, не всегда, в любом коллективе кто-то начинает лидировать. Так же? Неизбежно. Так вот, лидирующая живатма становится, как бы, лидером. И начинает подчинять своей воле одну живатму, другую, третью. И постепенно так создаётся элементарная частичка, ну, типа, там, кварки, пьемизоны, нейтрина. Подтягиваются другие живатмы. Создаётся первое томарное ядро. Один электрон захватывает другой. Потом захватывается другой атом. Создаётся так молекулярная решётка. И, то есть, таким образом, каждый из нас проходил путь эволюции в минеральном царстве. То есть, венцом развития в минеральном царстве является кристалл алмаза. То есть, его молекулярная решётка, она наиболее совершенная. И он, как кристалл, в благоприятной ситуации, может расти. Почти что, уже живое вещество. Так вот, на каких опыт минеральном царстве мы уже имели возможность придти в следующее царство. Это в растительное царство. То есть, создали какую-то одноклеточную водоросль вначале, начали гириться, размножаться, приобретать всё более сложные виды. И тоже мы прошли таким образом путь эволюции в растительном царстве. Венцом развития в растительном царстве, где-то пишется, являются орхидные. Это любой ботаник, скажем, орхидея, она самая совершенная такие растения. Это самое благородное. И, на каких опыт в растительном царстве мы уже имеем способность придти в следующее царство. Животное. Опять же, с определенных каких-то там простейших организмов, там, каких-нибудь там, инфузорий, там, туфелек, там, каких-то там, медуз, там, членоногих, рыбы, земноводных. И, в конце концов, на берег вылазим и достигаем уже млекопитающиеся. И после этого уже мы имеем возможность придти в следующее царство, в человеческое царство. Поэтому люди, если они, как бы, человеческое тело получили, но в первом воплощении это еще животные. Так же? То есть сознание животных откуда-то у них будет, там, человеческая царство. Вот чем человек в основном от животного отличается? Принципиально. А что, воли у животных нет, разума, разве у них нет? Ну, можно так сказать. Но основное их отличие, это первое отличие. Вы о следующих отличиях говорите, которые мы нарабатываем. Первое отличие – это иметь излишки. Ни одно животное излишки иметь не хотят. Разве их заставить, а там трубиться излишнее? Да нет, не вжиться, не излишки. Это принципиальное отличие человека от животного. Иметь излишки. Ну, а дальше уже нарабатываются какие-то этические, нравственные какие-то качества, которым мы отличаемся от животных. Но первое – это вот это – иметь излишки. А человек, который еще сознание животного имеет, у него какие цели в основном? Белый. Ест, спать, обороняться, совокупляться. Так же? Других потребностей у него нет. Если ему это предоставить в полной мере, он будет счастлив всю свою жизнь. Так же? Во мне. То есть такой человек с таким сознанием, как называется по-русски? Смерть. То есть его тело смердящий, он ведет неправильный образ жизни, просто там разлагается, там. Ну, его смердом так и называют. Если его сознание повышается, там, чисто человеческое становится, иметь излишки. То есть он говорит, я хочу там посадить сад, построить дом, вырастить детей, там. То есть иметь достаток, такое богатство иметь. То это чисто уже человеческая черта. И человек с этим сознанием, как называется? Весе. Слышали же выражение «города и вести», да? Это вот ремесленник, который трудится на богатстве, рода, создаёт богатство, накапливает. Живёт там в достатке и в богатстве. Если же он уже хочет жить в роскоши и хочет излишки своих денег направить на благополучие, не только своей семьи, а всего общества, всего народа, когда он говорит там, пока свободы горим, пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим, души прекрасные порывы. То есть человек с таким сознанием кто будет? Витязь будет. А если он уже навоевался, и ему уже до тошноты не хочется никого там убивать, то он говорит, про смерть не думают, и злоба всё растёт. Друг другу глотки рвут и бесятся от жира. Я же вижу погребанный свой констёр. Что для меня все свары мира? То есть его уже цель жизни становится это самосовершенствование, развитие своих внутренних качеств. Он понимает, что мир изменить невозможно. Можно изменить только себя в этом мире. И своей целью ставит именно достижение совершенства. Вот человек с таким сознанием называется как? Ведун. Ведун, да. Ну священнослужитель. Жрец, ведун, и у них там много разных... Это как бы много каст у священнослужителей. Да, он подавится священнослужителем уже становится. То есть в любом обществе мы можем посмотреть и найти людей с таким уровнем эволюции. Это естественное, нормальное состояние любого общества. И ничего зазорного нет, что ребёнок учится один в первом классе, а в другой там в пятом, в третьем, в десятом. Ничего в этом зазорного нет. Даже наоборот. Если мы ошибёмся в выборе своей варны, а это называется варна, а слово вар, краска. То есть имеется в виду цвет аура человека, то есть жарьего тела, если по-русски говорить, которое как кокон окружает любого человека, и видно свечение. И поэтому свечение определяется варна человека, то есть как по краске. Ну и по той цели, которую он станет для достижения в жизни. Так вот, если мы ошибаемся в своей варне и исполняем чужие обязанности, то нас ждёт по всей жизни неудача. Ну допустим, если человек запрыгнул на нижний ступеньку эволюции, то он легко будет со своими обязанностями справляться, все его будут хвалить, как у тебя здорово получается. А он будет чувствовать неудовлетворённость, он будет чувствовать, я же могу что-то высшее сделать, что-то большее, так же? И в результате он будет несчастен по жизни, он будет страдать. То же самое происходит, если он запрыгивает на более верхнюю ступеньку. Что при этом происходит? Он просто не сможет выполнять свои предписанные обязанности. Не хватит квалификации, так же? И он тоже будет страдать. Поэтому ведок так, как говорится, исполнить, пусть плохо, свой долг самолично, гораздо важнее, чем чужой сверхотличный. Поэтому в русском народе правильно говорили, всяк сверчок, знай свой шесток. Это никакое того нижение, ни принижение, ничего, что досовестно. Наоборот, это добрый совет для каждого. Если мы будем выполнять чужие обязанности, то счастья нам не видать. А нужно чётко выполнять свои обязанности. То есть в соответствии со своей варной и в соответствии со своей кастой. Ну, каста – это союз каких-то людей, занимающихся одной и той же профессией. Ну, например, каста там Кузнецов, каста Горшечников, каста там Витязы, каста там Ведунов и так далее. Каст очень много различных. Так вот, нужно чётко выбрать свою касту и свою варну. И полностью следствием отдать выполнение своих предписанных обязанностей. Потому что может ли быть какое-то эволюционное развитие, если мы не живём по законам наших богов и заповедям предков? Возможно ли эволюционное развитие? Подумайте. Если мы сами будем фантазировать, а мои обязанности вот такие. Он говорит, а мои вот такие там. Но не учитывая ни мнение богов, то есть наших родителей, ни мнение наших предков. Может ли эволюционное развитие быть? А большинство людей в нашем обществе как раз они об этом и не задумываются. Так же. Ни о воле богов, ни о воле предков. Мы уже затравили эту тему, что у нас нет ни одна Божия, нет ни много Божия, у нас рода Божия. То есть, если мы не становимся проводниками чаяния и желаний нашего всего рода, то есть расы, то удачи нам не видать. То есть, мы будем просто отторжены от этого организма, как раковая опухоль. А если мы становимся проводниками, то вся мощь, вся сила, все знания, все качества расы или нашего рода, они идут к нам. Мы подсоединяемся и являемся чистыми его проводниками. Тогда кто с нами сможет справиться? То есть, существует наука побеждать малым количеством. Если планы человека соответствуют планам Всевышнего, то есть всей расы, то кто против нас может выстоять? А если мы от себя начинаем делать? Ну, мы-то никто. Сами по себе. А у русских это и один человек в поле воин. То есть, он один выходит и побеждает целую армию. Если его планы соответствуют планам Всевышнего, то за ним победа будет. Очень простая наука. Только нужно четко знать планы своего рода, расы. А это изложено все заповеди, наших богов, наших предков. Ну, а второй вопрос мы уже как бы и начали рассуждать. Второй вопрос, который необходимо ответить, это а для чего мы живем? То есть, какой смысл жизни? Вот мы как бы уже начали подходить. Но по большому счету, если разбираться, то возникает вопрос. А вообще, зачем смысл жизни? Для чего мы приходим, тут боремся, сражаемся, выполняем какие-то свои обязанности? Какой смысл во всем этом? Так, но на самом деле, я, это и есть божественный огонь. Никуда уж не больше зажигать. Любовь, да я есть сам любовь, неотторжимая от этой любви. Ну-ка, ну-ка, еще раз. Просто сказать, жить для того, чтобы жить. Чистический пекон у нас больше. Нет, ребята, вы поймите, что наша суть, наша суть внутренняя, мы неотделимая частичка Всевышнего. Вы понимаете, неотделимая. Как волна неотделима от океана. Если океан владеет любовью, и мы любовью владеем. Проявить, надо листить. О, проявить. Ну, хорошо, это мир явен, мы проявим. Ну, а дальше что? Неужели просто, чтобы любовь снести сюда, в этот мир? Всего лишь на все? Ну, на самом деле, вы поймите, что этот мир, он полностью иллюзорен. Его не существует. Это как тренажер. И зачем любому эту иллюзию там привозить? Во всяком случае, понять, как работает это собственное явно. Да мы этим владеем, это наш суть, мы это все понимаем. Неужели вы думаете, что изначально наша природа без любви? Да мы носители, выполняются там. Но ведь опыт-то мы получаем, может быть, в мире яви. Ладно, не понимаете, давайте я вам приоткрою чуть-чуть планку, приподниму. Ведок пишется, что мы сюда приходим как индивидуальности, а уходим отсюда как личности. Любовь, которая может проявить индивидуальность, это одного качества, а у личности это совершенно другого. То есть, чем отличается индивидуальность от личности? Ведок приводится такой пример. Вот, например, каждый из нас имеет индивидуальный жизненный опыт. Вот то, что знаю я, наработал, никто из вас не знает. То, что знает каждый из вас, мы тоже об этом не знаем. Так же? Поэтому мы все индивидуальности. Вот каждую же фатму, ведок сравнивается с бусинкой на ожерелье. То есть, каждая бусинка, это индивидуальность. Но сквозь каждую бусинку проходит одна и та же ниточка, да? Вот ниточка, это и есть Всевышний, то есть рамка. Мы от него неотделимы. Вот ниточка, которая проходит сквозь меня, она знает все, что знаю я. Но эта же ниточка проходит и сквозь каждого из нас. И эта ниточка знает тоже все. Все, которое вы имеете, он все это знает. Вот поэтому вот эта ниточка, то есть Всевышний или рамка, или на соскрытии это параматма называется, верховная атма, вот она является личностью. Понимаете, в качестве любви, которая может проявить бусинка и все ожерелье. Чувствуете разницу? Так вот мы приходим как раз сюда, мы владеем любовью, ну как индивидуальности. Это наша изначальная природа. Но если мы пройдем тут эволюцию, то есть зайдем экзамены, мы станем личностью. И сумеем уже со Всевышним уже иметь любовные взаимоотношения. Личностные взаимоотношения. Не как индивидуальности и личности, а как две личности. Чувствуете уровень какой-то различный. Индивидуальности и личности. Что-то вам непонятно? Задавайте это вопрос. Набодящее. Да, конечно, сразу же с этой ниточкой. Конечно, безусловно. Я живу тоже с этой ниточкой. А в чем же разница? Вот я родился и я... Качество взаимоотношений с этой ниточкой. Качество, это разжечь любовь, воля. Тогда ты... Как Богом не теряйся, ты не курайся. Ты не дожегся. Да я то же самое говорю. В этом уровне мы рассуждаем, мы рассуждали. Мы приведем, пересекаем все знания. Просто говорить, что любить мы не будем. Огня у нас не будет. Просто будет рассуждал. Вот именно. Когда индивидуальности, вот так и будем в Болтавурии заниматься. А вот когда, по ним личности, только лишь в этом состоянии, полноценное проявление любви возможно. Может ли проявиться полноценная любви, если мы не обладаем качествами личности? Когда все знания, которые называют, они восходят. Когда начинаешь любить, они все без сомнений. Ну, соответственно, вы говорите. Они все без любви. Нас. Я о том же самом говорю, только качественно. Но сомнение вам понятно все? Отличие индивидуальности. Ну, только что еще раз говорил. Индивидуальность. Имеет только индивидуальный опыт. В конце эволюции. Вот это тело мое состоит из множества жифат. Так же? Каждая клеточка, каждый атом, каждая элементарная частичка, она организована такими же жифатами, как и я. Так же? Множество жифат. Я свет миру. Только я являюсь лидером. Но я все равно индивидуальность, как и они. Только у меня более богатый опыт жизненный. Поэтому я сумел их организовать вот в это тело. То есть микрокосмос. Но я все равно индивидуальность. Но когда я сдаю экзамены, и вот через любовь я могу подсоединиться, скрыть память органов, скрыть память клеток, скрыть память атомов, и скрыть память каждой жифатной. То есть подсоединиться от них. То есть стать ниточкой. И тогда весь накопленный опыт они передают мне. И я становлюсь обладателем такого колоссального богатства. И вот благодаря этому я и становлюсь, реобретаю качество личности. Но качество личности только для своих жифат. Не для ваших жифат. То есть я становлюсь парамазмой для вот этих жифат. Я маленький, но качество личности у меня проявляется. И тогда я уже смогу больше осознать там вселечное, у которого он личностью является. Если я не являюсь личностью, то у меня и не будет таких же взаимоотношений. Я качество приобретаю. Любовь одна и та же, только качество и различность. Есть кого-то, люблю я свою собаку, или я люблю своего ребенка, или я люблю свою жену. Качество различной любви. Точно так же взаимоотношения индивидуальные и личностные, они тоже качественно разнятся. Любовь одна и та же, только проявление неизмеримо выше. Так же? Мою любовь собаку не сравнивать с любовью с моей женой. Так же? А что нужно сделать, чтобы личности? Вкрыть память всех жопат своего тела, чтобы они через любовь добровольно отдали всю свою накопленную информацию. И кто для этого? Это другой вопрос, хороший вопрос. Жить и прошить. Все правильно. Вот этот нам мир как раз дан для того, чтобы мы научились вовне проявлять свою любовь. Вовне. А потом научиться уже любить все жопат на свое тело. То есть мне гораздо проще полюбить там свою собаку, чем полюбить там свою печень. Что проще? Конечно собаку проще. Вовне, обучаясь вовне проявлять свою любовь, мы этот опыт переносим уже во внутрь своего тела. Это гораздо сложнее. Вы знаете, победить хоть маленький свойственный достаток, это гораздо сложнее победить там недостаток от множества людей. Так же? И вот на этом поприще, которое нам предоставляется, это тренажер. Это майя, иллюзия, в русском это морок называется. Это не существует. Это тренажер, в котором нас обучают приобретать эти качества. И вот эти качества мы уже переносим на своих жопат, на родных. И этим обучаемся. А иначе так невозможно обучиться. Обучаясь вовне, мы переносим свои способности и вовнутрь своего тела. Ну, значит, на второй год остаемся через реинкарнацию, как воплощаемся. Простите, а вот мне кажется, что наши предки, они просто хураж, в состоянии любви свечи, вновешки. Они орили, они просто пели. Наши предки, крикалы, в том числе государства. Просто отойдет из отцов, пели. Они были в такой состоянии хуража. Они были просто счастливы. И скажи, вот тебе, Ролл-Кройс, вот тебе, Машин, вот тебе дворец. Он сказал, ничего мне не надо, я хочу петь дальше, я счастливый человек. Да мы от него и не отделялись. Только качество взаимоотношения различное. У меня тоже он знакомый тут в йоге был. Ну как, я говорю, у тебя медитация проходит. Ну как, говорит, леперводки там, ну раз, заворотнись там. И пою, все с ней рублю. Через год встречаем, ну как у тебя. Да, и нормально все. Всех любил весь мир такой. Можно вопрос на серьезе даже? Пожалуйста. Вот вы говорите, любовь к жене, любовь к кошке, там, например, животному. Да, что такое вообще любовь? Любовь, это понятие, что другое, это и есть я. Кроме меня здесь ничего нет. Так что, я и животное, это одно и то же? Естественно. Вот у меня есть палец, есть рука, есть голова. Но это все я. У меня есть разум, а у животного... Как это нет? Это не тот разум, уровень. Ну какая разница. У первоклассника тоже не такой разум, как у вас. Так он что, не человек? Он что, не существо? И мы не должны проявлять любовь к нему. Мы отличаемся тем, что можем разговаривать. А что, животное не может разговаривать? На своем уровне, потому что он разговаривает. Но так как мы разговариваем, но они не будут. Ну хорошо, давайте с другой стороны сойдем. Вы можете себя вне природы ощущать? Нет. А животное, это такая же частичка природы. Это одно и то же существо. Это все равно, что у меня есть там красно-кровининые телеса, ликоциты, там, лимфоциты. У них своя жизнь, свои обязанности какие-то. Так же, они на меня трудятся. Одни пескород там таскаются. Они на меня, друзья, сражаются с моими неприятелями внутри его тела. И что это? Не я? То же самое и муравей, и кошка, и дерево. Это все я. Это одно и то же тело. И рассматривать себя вне этого тела просто невозможно. По крайней мере, в человечестве. Что вы хотите нам донести? Мы сейчас разбираемся к вопросу. А в чем смысл жизни? Такой вопрос был. Так же? Я вам отвечаю. Я и говорю, что смысл этой жизни в материальном мире заключается в том, чтобы приобрести качество личности. Сейчас у нас качество индивидуальности, но мы приобретаем качество личности под конец эволюции. Как раз, зачем это правило? Наша сила в единстве. Если в целом, в целом, в целом, в единстве, в нашей силе, в единстве. Ну и что? Ну, если мы здесь, в каждом себе, это ждет частицы Бога. Правильно? Почему мы в земле? Получается, Бог не с ним. Мы явим Бога на землю. Вот он, вот он. Наша цельность, вот наша сила. Это и есть Бог на земле. Это все. А что, он может быть вне земли или вне нас? Мы что, не его частичка? И он не проявлен с ним? Силу света. А что, сила света не проявлена? Силу света дается, понимаете? Вы поймите, что все процессы, которые здесь проходят, они полностью контролируются нашими Богами. Полностью. Нет никаких стихийных процессов. И нет ничего тут, кроме Всевышнего. Может, правильно понятно, вот, допустим, с бусинкой, родился на бусинкой на ниточке, да? И вы видите, смысл в основании качестве любить. То есть, родился, любишь свой желудок, да? И своих голововых ранок, примерно, в удовольствие, да? Задим ты научился любить другие части крови, все, в противном, варса, чистится и так далее. Потом ты научился любить женщину, своих детей. А потом научился свой огород, дом, камень на дороге, растения. Вот это качество любил увеличиваться, да? Ну, можно так сказать. Можно так сказать. Просто каждая бусинка, она обретает свое ожерелье под конец экзамена. Она уже не просто бусинка. Это уже жерелье нанесено на другое ожерелье. Маленькое ожерелье, на большое ожерелье. Может, так. Образ такой среди, наверное. А скажите, что практически, да, вот я рыба, грыбу ловлю. Ну, я же ее убиваю, когда ловлю. А как вот с любовью эту... Ну, даже врагов с любовью убивать. Но если мы ловим рыбу для того, чтобы просто поразвлекаться, это одно. А если мы ловим рыбу для того, чтобы выжить, это совсем другое. И различная кармическая реакция наступает. Это понятно? Если я люблю ее кушать, ничего страшного. Нет, не так. Значит, читал я про один из дзенских монастырей. Знаете, дзен-буддизм есть такой, медитирующий буддизм. И вот у них такой закон есть. День без работы, день без еды. И даже настоятели трудятся каждый день. И поэтому там исключительный порядок. Они все опрятные ходят. И даже есть такой комплимент. Аккуратный, как дзенский монастырь. И вот у них там возле монастыря, вот, скажем, пруд такой есть. Там каменный садик. У них там плавают карпы зеркальные, ручные. Они их с рук кормят, сидят на берегу, медитируют, уравновешиваются. И у них там такие методики есть интересные. Там они могут и по голове надавать, если кто-то что-то не понимает. И обмахерить могут. Ну, по-такому методики такие есть. Очень жесткие такие. И вдруг они видят, приходит монах из чужого монастыря, вообще незнакомый. Выладывает самого крупного карпа. Разводит костерчик, зажаривает, сидит и ест. Сырает им. Ну, они все монастырем выскакивают и начали ухать его там. Что ж ты позоришь там чим монаха? Да как ты можешь там убивать живое существо? Да ты изер, какой ты там монаха? Ну, спокойно слушает, да и съел этого карпа. Косочки в кучку положил. Помолился. И на глазах у этих измеренных монахов косточки начали обрастать плотью. Раз, опять целый сазан. Он его взял, вот опустил, и сазан спокойно этот карп уплыл. Он повернулся и спокойненько ушел. И есть монастырь, был очень ему благодарен. Потому что он показал, вы привязались ко внешности. Если вы ему можете вернуть жизнь, вы можете разобрать. Имеете на это полное право. Если не можете вы вернуть жизнь, то есть замедлите жизнь какого-то существа. Замедлите его эволюцию. Значит, вы замедлите эволюцию всей природы. Так же? А ответственность за замедление эволюции ложится на кого? На виновника. Так же? Если эволюция не замедляется при этом, мы влюбили, вернули ему тело, которое позволило ему дальше эволюционировать этому существу, тогда нет проблем, можете вязаться мясом рыбом. Если я не могу, как монах, вернуть его. Не имеете права. А иначе кармическая реакция наступает. Мы с комаром немного другое. Вы поймите, мы имеем право утревать только в шести случаях. Напоминаю, особенно мужчинам это нужно. Первое. Это если нападается смертельным оружием. Пытается убить каким-либо способом. Отравить. Отобрать землю, с которой мы питаемся, без которой не проживем. Поджечь дом. И силой увезти жену. Своих детей. Вот шесть случаев. Вы имеете полное право, при этом убить никакой ответственности кармической не наступает. Во всех остальных случаях убийство запрещено. Любое. Если комар нападается, пытается нападать со смертельным оружием, может маляриозу косить, отравить и так далее. Имейте право убить. Тем более, что жопатмана на всю стаю одна. И она при этом эволюции не замедляет. Как и у мелкой рыбки, между прочим. Потому что вида говорится, если у вас есть выбор и вынуждает питаться рыбой, питайтесь с мелкой рыбой. Потому что крупная рыба, она более индивидуальная. Она более разумна. У всей стаи мелкая рыба, скажите, что так на жопатма. Она управляет всей стаей. Видели, как рыба играет? Раз, все рыбы одновременно начинают выпрыгивать на поверхность. Я сам, бывший рыбак, наблюдал. То есть идет излучина реки, и одновременно поднимается рыба здесь и здесь. Вот такая стайка вся. Она друг друга не видит. Поднимается одновременно. То есть одна жопатма управляет всей этой мелочью. А вот сон там такой-нибудь здоровый, это индивидуальность. Это совсем другое существо. Если стоит выбор, чем питаться, то лучше мелкая рыбка. Чтобы меньше вредки не иметь. Ну, естественно, во всех случаях оно оправдано. Вы поймите, что мы из себя представляем то, что мы едим. Так же? Если человек перетается трупами, то он хозяйчик с катамоидами. Так. Так понятно. В журнале «Пискультура и спорт» были две статьи. Провели ученые эксперименты над спортсменом. Просто лишили их мяса, рыба и яйца. И посмотрели, как влияет это на результаты. Четко, что они за каждую секунду борются, за каждый грамм, за каждый миллиметр. Так же? Легко посмотреть результаты. И знаете, было вот такими крупными написано буквами. Миф номер один, что мясо способствует силе и выносливости. Оказалось, что на некоторых упражнениях у спортсменов сила возросла до 25%. А выносливость на некоторых упражнениях до 50%. Вот вам факты, которые тщательно скрываются от народа. А выращивание животных на мясо, на убой, экономически невыгодно. Возьмите вы любого экономиста, который хоть чуть-чуть что-то соображает. И он вам скажет, почитает, что выращивать животное на убой абсолютно невыгодно с экономической точки зрения. Невыгодно ни для здоровья, ни для экономики. А нам специально навязывает это убийство для того, чтобы твари питались вот этим гавапом. То есть источником страданий, которое идет во время убоя скота. Ни для какого оправдания мясоедения. Никакого. Ну а что, Чупчи? Ну а вы еще скажите, а для волков? Мы говорим о рации. Так же? О чем мы будем говорить там, о других народах? Это их проблемы. Мы с пустами решаем свои проблемы. Хотя у меня есть люди на Дальнем Севере. И точно так же вегетарианцы. Прекрасно входит. Все это сказки, что невозможно. Значит, вопрос такой. Приходилось ли видеть или изучать книгу по Танджале, в котором не 193 пункта, а намного больше. К сожалению, я сейчас не могу сказать, сколько там пунктов было в этой книге. Книгу я читал, но сколько там пунктов было, к сожалению, я не знаю. Я пришел как бы на это внимание. Я знаю, что все, что у нас переводилось на русский язык за период советской власти, подвергалось очень жесткой цензуре. То есть с авторами, которыми обычно все эти переводы не занимались, я пытался сам встретиться и переговорить с ними. То есть они говорили, что вот это там шлоки, просто нельзя переводить там. А вот эту главу вообще об этом умалчивать нужно. То есть все переводы именно вот так проводились. Белое Братство. Кто это? Книги Айван Хав и Антарова. Кто там? Ну, вы поймите, что существует множество различных богов в космосе, различное множество разных существ, в том числе и демонических, которые заинтересованы в том, чтобы мы стали проводниками их идей. Не своего там рода, а именно их идей. То есть могут быть прекрасные боги, там такие, хорошие, учат там любви, там милосердию, там эволюции, там. Но множество всеразличных существ есть. И все они заинтересованы в том, чтобы мы струдились на них. То есть стали проводником их идей. Но у всех у них есть эгоистические, корыстные цели. То есть и любые общества, которые навязываются, вы посмотрите, плюньте и попадете по всему миру. Они различные мормышки закидывают. Знаете, что такое мормышка, да? Крючок, бресна такая. Вот они и ловят. То есть на различные идеи, прекрасные, хорошие, бредовые, разные. Лишь вы только клюнули. Когда вы клюнули на этот крючок, вас сразу в этот эгрегор. И по смерти, в лучшем случае, вы будете жить с ними. В качестве, ну, каких-то подручных там существ, которые будут на них попасть. Вы поймите, что кроме вашего рода, все относятся к вам в эгоистических, корыстных целях, к вам подходят. Любая организация, которая говорит, будем вот той иерархии служить, или вот этой иерархии, все это капканы для вас. Какие бы они прекрасные не были. Постройте золотой дворец там, который является клеткой, он все равно будет золотой клеткой. Вы это поймите. Кроме рода, никто о вас искренне не беспокоится. Неужели это непонятно? Всем понятно? К сожалению, я не знаком. Что это? Вы поймите, если он говорит о роде, значит, это наш человек. Петр, он говорит о какой-то иерархии каких-то божеств, существ. Ну, это не наши люди. Пусть они сами с этой иерархией возятся. Вопрос такой. Что из себя представляет род человека? Как нечто ощущаемое в настоящем? Ну, если род там отец, мать, деды, прадеды, щуры, пращуры. То есть, он как бы, ощущаем этот род. Ощущаем. Так же? Даже в мире яви. Но если наши предки умерли и ушли в мир там нави, слави или прави, его можно ощущать, только нужно научиться. Так же? Он же никуда не делся. Неужели, думаете, наши предки нам из этих миров не помогают? Помогают, контролируют. Любое наше движение, все контролируется нашим родом. Мы от него неотделимы. Мы можем предать интересы своего рода и уйти добровольно. Ну, никто насильно мил не будет, никто не держит. Но наши предки в любви полностью нам помогают. Рука помощи при любых обстоятельств нам протяется от нашего рода. Конечно, и другие какие-то эгрегоры могут вам помогать. Но вы тогда будете им должны. Так же? Выполнять заповеди, которые они нам оставили. Другого пути нет. Перечислить и решить обязанности жены и мужа. Ну, первая обязанность жены – это быть в работе слугой. То есть, многие женщины будут это смущать. Почему это? Должна служить мужа. Редко жена сравнивается с лодкой, а муж сравнивается с тем, кто наследит на веслах. Задача жены – поддержать мужа в этом причинном житейском океане. А задача мужа – это резки на веслах и доплыть до берега. Достигнет муж берега, то есть совершенства, достигнет и лодка. То есть, это естественное состояние женщины. То есть, служить своему мужу, поддерживать его. Поэтому, говорится, в работе слуга. Она берет часть материальных богатств на себя, а муж должен духовно совершенствовать, чтобы тянуть ее за собой. То есть, муж является для жены ее учителем. Так же? Куда иголка, туда и нитка. Муж – иголка, жена – нитка. Так же? Достиг муж нарушил взрослый ритм в первом браке. И вторая жена не хочет быть слугой после рождения от первого брака ребенка. И отрицает это. Уходит. Плохо. Это уже какие-то эгостические, корыстные желания. Мы все должны любить. И чужих детей, и соседских должны любить. Всех любить. Если муж запустил ошибку, совсем свойственно ошибаться. Нужно прощать. Если он искренне в этом рассказе, то говорит, да, я же все это не знал. Что ж поделать там? Ну и что? Ну, терпимость нужно проявлять в отношении друг к другу. Так, значит, первое – это в работе слуга. Второе – в заботе мать. Что здесь имеется в виду? Как мать бескорыстно относится к своему ребенку, точно так же и жена должна, как мать, относиться к своему мужу. То есть, ну, не как материнское чувство, а как мать бескорыстно служит. А то жена говорит, ага, вот принесешь мне зарплату, я тебе штаны постираю. Ну, грубо говоря. Это же не такие взаимоотношения. Если муж будет видеть, что жена действительно, как мать, о нем заботится бескорыстно, и ничего не желает получить взамен, он точно так же будет к ней относиться? Так же? А если будет смотреть, что жена там хитрюля такая, и только думает о своей корыстной выгоде, то как он к ней будет относиться? Соответственно. И семейного благополучия не получить, если вы не будете относиться к нему, как мать относится к своему ребенку. То есть бескорыстное служение. Это ж понятно? Как вы относитесь к нему, так и он. Значит, третье. В стойкости, как земля. Имеется в виду, что вот мы над землей там издеваемся, она нас все терпит, да? Матушка кормили в шахме. Так же? Вот так и так по всем жизненным неурядицам женщина должна проходить очень стойко, как земля. То есть терпит все. Это ее поприще такое. Если она это выдержит, ну и все, это старик-то и воздаст. То есть терпимость нужно проявлять. Это то поприще, на котором вы это качество и можете выработать. Это преимущество женского воплощения. Я вам по секрету-то говорю. Скажите, а вот если мужчина имеет, допустим, от первого брака ребенка, от второго, от третьего, и они все в разных углах, как это будет? Ну, судьба же различна у всех. И однозначно тут нельзя сказать. Конечно, это не есть хорошо. То есть все должны жить одной семьей. Если он не сумел наладить взаимоотношения с родителями, с детьми, ну, что ж поделать? Значит, карма у них такая. Ничего ж не поделаешь. Но стремиться нужно жить с семьей. Создавать крепкую семью. Значит, четвертая обязанность там. Она должна быть в красоте лада. То есть что тут имеется в виду? Что она должна быть для мужчины, для мужа привлекательной. Всегда перед любых обстоятельствами. А если муж видит, что его жена, значит, перед ним там бегает, там лохматая, грязная, неаппоратная, там, не тиши, тряпая, туда-сюда собралась в гости. Она наряжается, украшается, и такая миленькая, она сидит в гости. Теперь муж думает, для кого же она наряжается, для меня или для соседа? Как он будет к ней относиться? Соответственно. Так же? То есть жена должна для мужа петь, для мужа одеваться, для мужа украшаться, для мужа танцевать. Все для мужа. И если муж будет видеть, что искренне для него все это делается, соответственно, отношение такое будет у мужа. Состояние любви. Правильно. Ну, у нас тоже состояние любви, но как собирать на работу, то ведь и так украшаются. Так же? Неправильный подход. Ну, понятно, это обязанность. Согласно, да? Значит, пятая, значит, в разговоре, пятая обязанность жены, она должна быть мудрецом. То есть она должна быть ведущей. Если она глупая, пустышка, то муж скажет, да что с своей женой разговорить? Она вообще не интересуется всеми этими делами. Заведу-ка я себе любовниц, и хоть с ней пообщаюсь. Нормально. Так же? То есть без мудрости женской удачи тоже не видать. Если нету мудрости, то мужу, во-первых, будет скучно, а во-вторых, женщина будет неправильно поступать в своей жизни. Это же понятно. Помните, мы говорим, что она должна быть сначала вестой, потом ведунья, потом детьмой. То есть она должна владеть 64 искусства, которым она ее обучает. Вот тогда такая жена на вес золота уже будет. Она не должна быть глупой. Понятно, да? Она мудрой должна быть. А мудрость позволит ей, значит, сохранить семью. А по глупости, если надо будет допускать ошибки, семья развалится. Потому что женщина, она хранительница очага. На самом деле, крепость семьи в основном зависит от женщины, но не от мужа. Я думаю, женщины согласятся со мной. Ну и шестой, обязанность жены, это в постели быть ведьмой. Если она не умеет воплощать добродетельное потомство, то кому такая жена нужна? Так же? Понятно, да? Потому что в основном муж берет жену именно для того, чтобы выполнить долг перед родом. Ему дали это тело, и теперь он должен воплотить своих родичей, отдать ему долг. Если он это не выполняет, то дача ему не видать. Так же? Поэтому основное предназначение женщины это воплощать родичей мужа. Хотя это и ее родичи тоже. Поэтому она должна владеть этой наукой. Быть ведьмой. Понятно, да? Или нет? Не совсем? Ведающей матерью. Ведающей матерью. Ведьма – это ведающая мать. То есть знает, как может создавать добродетельное потомство. То есть воплощать богов из своего рода. Буквально в смысле. Никаких-то там, как у каждого в нашем роде есть и смерти, и вес, и витязь, и так же. И вообще негодяи разные есть в нашем роду. И с плохой кармой, когда они коленками могут больными родиться, так же. И поэтому жена должна владеть наукой, как выбрать, или не выбрать, выбирать на муж, а воплотить именно вот такое здоровое потомство. Она этой наукой должна владеть. Это очень сложная наука. Ну вот следующая книга, которая будет, я сейчас пишу эту книгу, именно по созданию благодетельного потомства. И самая большая глава по просьбе именно там женщин у меня больше других глав получилась. Именно по созданию благодетельного потомства. И на здание вот такое. Да, Кощуны Финиса только третье издание исправленное и дополненное. И на здание какое будет? Пермь. Пермь. Обязанности мужа перед жены как какие? Первая обязанность содержать. Это понятно, да? То есть жена не должна там работать на какого-то дяде. Она должна трудиться на семью. А муж ее должен содержать. Понятно это, да? А иначе семейного счастья не видать. Вторая обязанность ее обучать. То есть он для нее должен быть учителем. Значит, украшать. Покупать ей различные украшения. То есть она должна быть привлекательной. Это его обязанность украшать ее. Значит, говорить комплименты, то есть приятные слова. Потому что женщина, вы понимаете, слушая это, любит ушами, да? Мужчина глазами, женщина ушами. Поэтому он обязан говорить ей приятные слова. Что еще упустил? Нет, ну понятно. это ему разумеется. Это он должен воплощать добрый. Это долг его. Естественно. Но основная его обязанность это обучаться. Это основная обязанность. А все со мной прилагается. В народе так и говорят, где жену молотом, жена будет золотом. Ну и мерца медов, понимаете, молотом. Да? Да, все в порядке с имьем. волос. Да. А удовольствие? Какое сессуальное отношение для удовольствия и для сессуаления и подобных? Это орех. Но на самом деле мы половые отношения имеем всегда и везде. Так же? Даже рядом вы находитесь с женщинами, уже эти половые отношения идут. и на полевом уровне, и на словесном уровне половые отношения идут. То есть это все равно. Даже энергетические связи есть. То есть можно иметь полное половое удовлетворение на большом расстоянии. При этом есть какие-то радиоргазмы и все остальное. То есть полное. Это на уровне на большом расстоянии это все возможно делать. И поэтому такие взаимоотношения они естественны. И ничего там плохого нет. Плохо, если используется семя не по назначению. Вот это да, вот это уже греховно. То есть семя создаются для того, чтобы обращать добродительное потомство. А разбрасывать семя просто вот это неправильно. Поэтому мужчина должен испытывать чем больше оргазма, тем лучше, как и женщина, но при этом семя не терять. Или терять его в исключительных случаях. Если он не справился. Ну он скажет, ну я вот батька, ты видишь, я старался, ну не получилось. Ну тогда грех как бы не высок, если он обучается еще. Все ошибаются, только нужно это четко осознать, что оргазмы семи извержений это абсолютно разные вещи. А тогда какая разница, каким пальцем вы массаж жене делаете? это не греховно, это естественно. И половой озон это прекрасно и хорошо. Это нам сейчас тварь внушает, что это противоестественно, что это нельзя, это греховно, как это так. Так же? Ну и прекрасно и хорошо. Как бы удовольствие наркотики, они почти синонимы. Нет. Если вы не будете тренироваться в обладении своей половой энергии, вы не сможете родить доблодетельное потомство. А как это без тренировки сделать? А женщина вообще не сможет выжить, если не будет получать это удовлетворение. Сам термин удовлетворение, вы понимаете эти молодые слова? Нет. Что такое уд? Понятно? Ну, мужской уд. На это волю когда получает женщина. Вот вам удовольствие, удовлетворение. Если не получает она это, она погибает. Ей это необходимо. Ну, люди будут нормальные женщины, спросите, они вам это скажут. А она говорит, не, не, нельзя. И что в результате? Вампиров будем своих женщин распить. Они будут чужить мужиков обсадков энергетически. Так же? А это естественно взаимоотношения половые. Только без потери энергии. А наоборот, раскручка полового движения такого, чтобы можно притянуть было соответствующей силы жив атму из нашего рода. То есть такую же мощную душу притянуть. Потому что подобное притяется подобное. А если человек не владеет этой энергетикой, он не научился, у него практики нет, то что он может воплотить? Вопрос. Как узнать уровень своей эволюции? Ну, по той цели, которую человек ставит для достижения в этом воплощении. Если он ставит целью «Еспать, обороняйся и самокупляться», то он «Смерть». Если он ставит своей целью достижения материального благополучия, то он «Весе». Если он ставит своей целью достижения справедливости в стране, то он «Витязь». Если он ставит своей целью достижения своего совершенства, то он «Ведумок». Понятно, да? Как узнать свою кассу и варну? Ну, я уже сказал. По цели, которые ставит человек для своего воплощения. Женщинам с этим делом проще. Варна женщина определяется по варне мужа. Муж несет за нее ответственность полную. Все равно по мужу. А как стать целью попасть на свою кулку? А не нужно подумать, а как я буду удовлетворен, если я под конец жизни вот это вот получу. И представить. Если дать мне это, вот это мое, вот это значит его уровень. А если скажет нет, значит нужно искать то, что удовлетворит. То есть не лгать самому себе. Может, но тогда получается плохое потомство. Если он различного рода берет себе в жены, жену, то это плохо заканчивается. Да не нужно гармонизировать, нужно со своего уровня брать. Лучше всего. Это обязанности родителей, чтобы они подобрали супругов для своих детей. Дети сами не могут полноценно это выбрать. Это ваши обязанности. Вашим детям, внукам, правнукам подобрать достойную пару. вы понимаете, никакого насилия нет. То есть в детстве как было? Вот два мужика встречаются, говорят, знаешь, вот ты мне нравишься, хороший мужик, у тебя там хороший сын растет, а у меня хорошая дочка. Давай породнимся. Он говорит, ну ты тоже мужик нормальный. Я хорошо, согласен. Но дети маленькие еще. Они уже проводятся обряд с матрин. они знакомы, как если нормально воспринимают дети друг друга. Вы знаете, встречается совершенно незнакомый человек, и вдруг как родной. Так же? А другой в первый раз его видишь, а у него полное отторжение идет. Выглядишь у вас такие случаи? Так вот точно так же и дети сводят и смотрят, как они. Могут нормально вместе взаимоотношения вести. Нормально? Все, они живут вместе, растут вместе, даже спят голиком под одним одеялом. Ну а дед своему сыну говорит, не дай бог ты там нашкодишь, сразу голову оторву. Точно так же и отец дочери говорит, только после свадьбы. И они вместе уже растут. И если у них уже идет половое общение, они могут щупать, целоваться, все, пожалуйста. Только детей нельзя делать. Они уже живут как семья. И тогда все нормально есть, любовь есть. Да нет проблем, играйте свадьбу. А если нету? Ну нету, говорит, ну извини, что-то моя дочь и твой охламон не нравится. Ну нет проблем. Да, что жизнь может пройти. А ваши обязанности как раз подобрать. Это нужно учитывать и астрологические выкладки, и генетические, и все остальное. Нужно квалификацию повышать, чтобы сразу не ошибиться. Ну ошиблись, можно повторить. Все равно найдете. Вы, по крайней мере, это лучше сделаете, чем ваши дети. Да вас? И никакого насилия перед вами нет. И любовь полная Потому что случайностей никаких не бывает. Все запрограммировано. Следовательная грамота от рода. Да, конечно, это одна из форм нашей письмены. Если при именно речении одно имя тайное дается одноравное, какая варна у человека. Ну, мы уже говорили. По той цели, которую он ставит для достижения в этом воплощении. А имя может даваться еще с авансом. То есть, если он дается имя, которое не соответствует вашей армии, ну, просто с авансом, что у вас есть возможность в этом воплощении свою варну поменять. Хотя, это не обязательно. Значит, хочу посадить в священную рощу, место есть, какие деревья надо и на каком расстоянии. Но существуют общие схемы, для различных пород деревьев свои схемы там идут. И это еще нужно смотреть не просто, как в учебниках удаются по садоводству, это еще нужно учитывать геоаномальные геопатогенные зоны. То есть, если сад нужно развивать, то нужно вот эту сетку Хартмана учитывать, разбить свой участок по этой сетке и, соответственно, с этим уже планировать свой участок. Вашим родовым. То есть, каждый для себя делает, каждый мерит на свой аршин. сбросов вистарион. Ну, я думаю, считаю, что он просто больной человек. Невесты крестовы не встречал. Жизнь, значит, физического тела неограниченное время. Да, на самом деле мы можем жить в этом плоском теле столько, сколько захотим. Если мы ведем правильный образ жизни, можем тысячелетиями жить. Пока не надоест. И варна меняется, да? Да, естественно, варна может при жизни измениться. Конечно. Генофонд человечества, как Муздашов пишет, существует? Это не наш генофонд. Это тварь генофонд. А рождение под конкретной чертогой результатов не должно быть? Не обязательно. Потому что чертогов немного, там. Вернее, мы будем сказать много, а варна всего четыре. А где же наш генофонд? Наш генофонд? А вот он. А откуда он берется? Как откуда? Откуда генофонд берется? От отца и матери, деда, прадеда, щуров, прачеров. Откуда он берется? От наших богов? Как откуда? Мы богорожденные существа. Вы же знаете, что есть богорожденные и богосотворенные. Понимаете? Понимаю. Ну и что? Вопрос отпадает? Откуда наш генофонд целся? Скажите, вот сны. Что такое сны? Существует три типа сна. Значит, первый сон, он просто такой аморфный, путанный, там, сюжет переходит в один другой, без всякой последовательности перетекает. Это просто бред нашего ума. Такой сон как бы неинтересен, можно его не анализировать. Второй тип сна, он более интересен. Он формируется теми событиями, теми, это, и той информацией, которую мы получаем в течение своей жизни. Такой сон называется калейдоскопический, то есть идет четкий ясный сюжет, и вдруг без этого перехода раз, совсем другая картинка, опять сюжет какой-то, идет опять. Он может быть легче, чем этот сон, в какой-то мере. Ну, например, человек что-то потерял, а на уровне подсознания он это все запомнил. Ведь мы запоминаем каждую прочитанную книгу наизу вспомним, запоминаем каждого человека, даем ему характеристики, там где-то что-то сказал, мы краем уха услышали, а все это запоминаем. То есть мы всю информацию запоминаем. И вот во время сна эта информация может вспыть и сформироваться в каком-то сюжете, который фантастичен, но он несет какую-то информацию о чем-либо. И мы можем вспомнить, что такое приключение у нас будет, а ты, как мы находим тот предмет, который потеряли. Просыпаемся, думаем, ну неужели этот предмет, а мы идем точно там. Но этого не происходило в самом никаких мирах этих событий. Но информация всплыла из нашего подсознания. Такой сон, ну можно проанализировать, но он тоже не очень интересен. Важнее это третий тип сна, когда наше сознание переходит в навье тело, или в астральное, или в сонное, как ученые называют, и мы в нем путешествуем. Такие сны очень яркие, сочные, наполненные. Даже просыпаешься, думаешь, что ли было это, то ли нет. Вот это сны, вот это самое ценное. То есть мы живем одну треть своей жизни, да, во время сна. И большинство людей, ну не большинство, а некоторые люди просто обучаются, полноценно проводят этот сон. Существуют целые вузы, которые люди посещают эти вузы, обучаются. Поэтому вы знаете, что, например, одно и то же открытие совершенно одновременно в разных точках земли, совершенно не связано с собой люди. Просто они в одной аудитории обучались, получили эту информацию, и я зарегистрировал открытие. То есть там такая же полноценная жизнь идет, как и есть. То есть нужно учиться правильно спать. Именно в этой третьей форме сна. Скажите, а если женщина становится на уровень витязя, у нее могут быть дети? Естественно. А что у Витязя нет детей? Но потом, ведь как с нами происходит, что она как бы переходит в другой, выходит в ванную, да? Ну, переходит, естественно. Так она в основном за мужем. Если мужа нет, то у нее муж появляется тоже витязь. Подобное притягивается подобным. А по языку, скажите, Бог вы упростили, Бога потеряема в сознании? Да, конечно. Естественно. Вы же поймите, что наши там руны, короны, траги, они же это образное письмо. То есть это несравнимо с современной арбукой фонетической. Так а что я в основном здесь все хранится, преподается? Берите, да изучайте. Училище, поступайте за очное обучение и обучайтесь. Постепенно будет вам все раскрываться. Там же не только считается с рево направо и справа налево. Считается и сверху вниз, снизу вверх. Считается по диагонали, считается буква за буквой. Там много способов прочтения есть. И каждый знак несет очень много бит информации. Не как фонетическое письмо, это примитивное. Это образное. то есть он неизмеримо больше. Но учиться никогда не поздно. Вы что, помирать собрались? Не сможете несколько тысяч лет еще прожить. А не нужно работать. Мы никогда не работали славяне. Мы трудились всегда. Не нужно работать на чужого диагната. А вот учите и сопорядочить свою жизнь так, чтобы была возможность самосовершенствоваться. А если пришлось головой и ум, то ну как, не потерявить. Это может и есть твоя стиль, или может наоборот туда. До чего гадать. Есть заповеди наших богов и предков. Выполняйте и на все сто процентов гарантирую, что вы не ошибетесь. Проявляйте здравомыслие и никогда не ошибетесь ни в чем. Здравомыслие помните, что это такое? Три основы помните? Нет? Вот, к сожалению, большинство людей не проявляет здравомыслие. То есть здравомыслие основывается на трех критериях истинной. Первый критерий это мнение компетентного человека в данном вопросе. То есть нужно найти действительно компетентного человека по данному вопросу и обратиться с ним за разъяснениями. Второй критерий это мнение предков по данному вопросу, которое изложено в ветер. Нужно найти где-то написано и прочитать все это самому. И третий критерий это личный опыт. Потому что нужно самому на своей практике убедиться так это или не так. Так вот здравомыслие заключается в том, что вот эти три критерия приводить к одному знаменателю. Когда все три критерия говорят да, это так, вот тогда можно не сомневаться. Или если они говорят нет, это не так, тоже можно не сомневаться. А если мы будем опираться на какой-то один из этих критерий любой или даже на два критерия, то велика степень ошибки. Поэтому большинство людей выдают просто свое самомнение за здравомыслие. Основная масса людей. Потому что их мнение складывается из чего? То, что получали не там в детском садике, там в школах, в вузах, на улице. А все основное это профильтровано нашими врагами. Так же вся эта информация. А у них сложилось свое самомнение. И они вот это самомнение выдают за здравомыслие. Согласны. Большинство людей так и живут. Так вот наша тогда задача чтобы народ научить именно здравомыслию. Когда твари будут перед нами бестильны. Потому что их основное оружие ложь, а у нас правда истина. Так же? Простите, можно? Пожалуйста. Здесь такая небольшая простая форма на Рославе. Просто истина, а брату истина, истина, простота. Обратная простоте сложная. Это сложность, она сложная. Наша сила в русских человеке простоте. То есть страна, статка. Но есть простота, которая хуже воровства. Не нужно простоту спутаться с здравомыслием. Это абсолютно разная вещь. Воровства это уже что-то придумал. Наша сила не в простоте, а в здравомыслием. Это нам внушается, что в простоте. Будьте просты, а мы вас будем оплабучивать и дальше погонять. Будьте просты, как голуби. Так же? Нам внушается. Это не наша идеология. Эпоха рая на земле. Шемшук достоверно ли там сведения о нашем прошлом? Спасибо. Ну, Шемшук я хорошо знаю, он моим другом влияет, К сожалению, он много отсебятины там дает. Много есть фактического материала, у него очень хорошего. Но когда он начинает трактовать все это, допускает множество ошибок. К сожалению, он тоже здравомыслия не проявляет. То есть, само мнение выдает за действительность. Он решит этим. Хотя я ему это говорил, но он какое-то... Что? Да, который он слышит. Когда вправдывает такие глобства, очень разные. У вас духовок правит. Учитесь у своих предков. То есть, первое источник читайте. И здравомыслие проявляйте. Вы в своей лекции говорили, что развить способности видеть тело и еще другие способности достаточно простые. А это где-то у вас описано? Да, сейчас литературы много по этому вопросу. Даже книжечка я там видел, как увидеть ауру за 15 минут. Или за 15 секунд. А вы нам поможете? Это ваше, да? Нет, не мое. Да, это элементарно просто. По-моему, все об этом знают. А это надо вообще или не надо? На определенном этапе это понадобится, необходимо. Но если у вас не проявилось это, значит, вам еще преждевременно. Так что можно и не суетиться. То есть, эти способности называются на соскрытии ситха, то есть способности сопутствующая духовному развитию. Когда человек продвигается по пути эволюции, эти способности желает он того или не желает, они проявляются. Но если мы начнем просто увлекаться этими ситхами, то может наша эволюция остановиться. Ну, например, он там нашел методику, как читать другие мысли, мысли другого человека. Вот научился читать, и он говорит, а, как интересно. а вот смогу я он у того прочитать, а у того, а смогу он в другом доме прочитать, а смогу там в другом городе. То есть, что происходит? Вот он шел по пути эволюции, зашел это как верховой стоп ситха, и он начинает вокруг него крутиться. То есть, а какой он толщины, а какой он высшины, а насколько он там землю закопан. Он вроде бы движется, но на самом деле второй стоп у него не появится. Так же? На его пути. Я вот правильно понял, что не надо идти. Надо, но само полетит. То есть, не надо идти. И книжки читайте, и надо. Нет, но интерес есть. Но не нужно зацикливаться на этом. Читайте как можно больше, только хорошие литературы. Потому что существует такой метод обучения, когда мы все, как бы, вносим всю информацию в себя, а потом на уровне подсознания оно все равно анализируется. И в конце концов вы начнете понимать то, что раньше было недоступно вам, хотя бы нигде не обучали. Есть такой метод обучения, особенно он хороший для детей, для взрослых. Так что читайте такие. Но не зацикливайтесь на это. Потому что ситка в буквальном переводе на русский язык переводится как конопляный листок. То есть, она ша, наркотик. По-русски это называется триэлистил. А использовать, да, ну, читать, ну, это хорошо, да, вот, не под принимательством, идешь, и... Для кого-то хорошо, но вы убеждены в том, что вы не будете использовать в эгоистических корыстных целях и не ломайте себе дров при обладании такими способностями. Это тоже. О, поэтому по двивому козу Бог рога не дает. А то вы будете готовы получить эти рога обеспечить. Нет проблем. Эта способность неестественно проявляется. Не нужно об этом беспокоиться. Хотя, изучать все это нужно. Но не зацикливаться. Скажите, а что бы означает сиреневый цвет в ауле? Ну, обычно от инфракраса к ультрафиолетам он духовность как бы проявляется. Но это тоже не важно, потому что важен не цвет, а чистота цвета. Даже если цвета красные, но не яркие, чистые цвета, то ничего в этом плохого нет. Просто жизненная сила так проявляется. А к фиолетам это к духовности приближается. Можете ли рассказать о детстве девственности? Почему раньше в храмы брали девиц девственниц? Ну, это понятно, потому что они мужской похотью не искажены. Они чисты и могут являться чистыми проводниками. Что ж понятно? Чистая есть чистая. Скажите, а как подсоединиться к родовому еврегору? Через выполнение своих предписанных обязанностей в соответствии своей варной и кастой. Другого пути нет. Вот эти вещества обязанностей, которые вы даст. Да, для женщины именно так. Шесть обязанностей 64 заставить. А где можно 64 за почитать? Ну, книжечки тут были по созданию Добродетелям Потомства там для женщин было. 64 заставил. В следующей книге у меня там и мужчины, и женщины будут полностью расписаны. А вот то, что человек может быть неправильно или соответствует с Ивановой, скажем, 50 лет так же, а потом осознал, что Ивановой, вот жил правильно. К примеру, да? Вот Горус это постанется, что он неправильно или нет? Ну, покаяние это изменение сознания зреческого как переводства. Если он показывал, да, я ошибался, но вот этот год будет больше перевешивать, чем вся жизнь бессмысленная. Главное изменить сознание. Мы ради этого и живем. Разве виноват первоклассник, что он не может решать задачи там пятого класса? Он же не виноват. И вы поймите, что нам не дается такие испытания больше, чем мы можем выдержать. Главное прийти к этому осознанию. Особенно это не важно. Главное изменить сознание. Скажите, пожалуйста, что мы говорили по вашим городам, родные, да? То есть школа должна была быть такая. Вас в семье еще дополнительные знания давали? Или как? Говорили, вот этой школе не верят? Или как это? потому что иногда наступка у меня ребенок пришел со школы и значит то, что я ему даю и то, что даю в школе у него просто наступка сейчас каша в половину. Когда я ходил в школу были такие времена, что за инакомысрия сразу сажали. Поэтому отец говорит сынок ты можешь ходить в школу можешь не ходить но лучше конечно с тебя ходить чтобы у меня не было неприятностей на работе но можешь и не ходить но с условием что ты будешь знать больше чем учителя на какие условия подставил то есть идти в библиотеку в читальный зал писать чай пожалуйста но ты дать должен больше и я как бы посредовал его примеру если не мог найти литературу соответственно я обращался к нему или к его друзьям которые сказали прочитай вот эту книгу то есть направляли и в результате я знал гораздо больше учителей и поэтому я в школе в основном сидел на задней парке и читал художественную литературу а они только истерно спрашивали когда он говорит при хлебове это правильно или неправильно это правильно это неправильно потому что когда они говорили да что ты там понимаешь кто-то такой нет на следующий урок приносил книгу и показывал что учитель не прав и раз другой в лужу посадил учителей и если ты лучше с ним не связывай я читал библиотеками не книгами а именно библиотеками прочитал сначала заводскую библиотеку где отец работал потом детскую школе детскую городскую но я остановился уже перед армией на городской большой центр ухудрят то есть меня интересует какая-то тема я нахожу актора каталогу который эту тему и изучаю эту тему все изучив эту тему беру мне интересно сон сутков берут таких акторов которые эту тему освещают то есть это лучший метод обучения отец меня спрашивал что тебя интересует я говорю меня интересует он мне находил человека иди к нему ученики и у него учись то есть можно учиться у того кто действительно знает что что-то умеет я приходил кланялся и говорил научите и мне тогда советовали какую литературу почитать на эту тему и практические уже занятия то есть это лучший метод обучения такой а нет такой какой-то совы знаний у меня точно стоит такой вопрос вы висок на какие-то какие-то какой-то уровень базовый уровень знаний у нас в наше время у нас по многим общинам просто собираются молодые семьи у которых дети они говорят ну нельзя ж ни в садик ни в детский садик ни в школу это преступление так что делать собираются там десяток семей с детьми они говорят ну что будем делать они говорят давайте свой детский садик организуем очень просто они берут сейчас зарплату и отдают какому-то преподавателю которому они доверяют и женщина там работает с ними но если это груднички еще то матери приходят с детьми естественно то есть они говорят вот на эту неделю у меня квартира свободная приходите и занимайтесь у нас значит одна женщина готовит пищу там моет стирает за детьми там мать под руководством более компетентного человека проводит занятия с детишками прямо с грудного возраста когда они уже более старшая группа они могут даже без матери мать принесла оставила на квартире там и две женщины там две женщины и мужчины работают с детишками занимаются целый день после этого они забирают квартира освобождаются другой говорит она эта неделя у меня квартира будет свободная вот можете даже 7 человек собралось и раз в неделю у каждого на квартире дети занимаются и школа то же самое что у вас нет таких людей которые смогут хотя бы начальные классы преподать а что дальше вам нужно корочки в школе щетин за 10 лет заканчивают 10 лет и 3-4 вуза заочно находите людей которые действительно что-то знают что умеют и просите чтобы они поработали с вашими детьми но лучше всего сами квалификации повышайте и скажите ты должен ответить за вот эту тематику чтобы нашим детям а ты за вот ты это таким образом у вас появляется стимул самим расти чтобы обучать своих детей если тяги не хватает приглашайте со стороны есть выход все от вас зависит и государство не сможет вам запретить это никаких налогов уходят и ваши дети получают полноценное воспитание таким образом просто вот мной это уже на практике осуществили а кому он нужен на самом деле вы должны создать такое общество что вы должны аттестаты выдавать а не свои вот именно зачем вы додали детей к рабству такой смысл обучайте сами своих детей тогда будет полноценное воспитание любого ребенка может вырастить вундеркина существуют методики обучения детей когда любого ребенка развиваются все способности методики это известно но не все ребенки любого ребенка взять он с улицы и можно вырастить вундеркина эти методики давно у нас в России опробованы просто это от нас скрывается а школы вузы они наоборот предназначены для того чтобы искажать сознание детей вы же наверное все об этом знаете есть все и литература и компьютерная там варианта есть все есть посолите отдельно и мы поговорим на эту тему потому что это сложная тема я вам могу просто выходы на тех людей которые специально этим занимаются дам и вы с ними свяжетесь и все получите это жизненно необходимо я сам всем этим занимаюсь я понимаю ватность этого потому что чувствуешь недостаток на специальный в том что венедали с младых артии вот эти черные пятна тем тем что сейчас только литературу допускают именно детей направленные это же ужас что такое творится столько информации грязной правильно потому что бьют в основном по нашим детям искать наших детей будущего нас никакого не будет поэтому доверять правительству пропорционного воспитания своих детей это просто преступление поэтому я переживаю что как из этого гемория такой информации что учителя покупают такие учебники это же ужас какой наша сила объединения если вы сейчас начнете со всех городов объединяться в единую структуру вы будете друг другу опыт сервитовать скажите вот такая книга хорошая вот такой материал учебный хороший появился вот такие одесские книжечки появились и будете друг учителя даже приходите какую учебницу купили потому что я помимо я даю школу вот учителям покажите вот учителям история это просто ужас такой открываешь это там история действительно учительница ко мне пришла покажите где вы купили этот учебник вот идите покупать людям просто надо давать информацию какие учебники что свои надо создавать учебники так я о чем говорю а я о чем вам говорю учителяна школа прекрасная хорошая но вы должны учитывать такие обстоятельства что такая школа хороша для неполноценных семей если неполноценная семья или они не могут дать должного образования вот эта школа интерната она хороша то есть она дает конечно образование там какое-то но отрывается от семейного эгрегора и поэтому в семье должен ребенок воспитываться иначе полноценного воспитания не будет а у них там своя семья создается прекрасно и хорошо но для тех детей у которых неполноценная семья поэтому не зацикливайтесь на этом проявляйте благоразумие методику можно в детстве и применяйте в своих детских садиках в своих школах в своих вузах методика прекрасно хорошо существует там и игровая педагогика существует вальдорская школа манкасури все это наше русское они сдали потом зарубеж чуть подправили но она хорошо работает прекрасно берите на вооружение скажите а нет вот чтобы больше информации например вот так же вот по телевидению вот выступают всякие проповеди все но почему очень мало поведения а потому что не пускают нет свое телевидение должно а иначе удача не везет а так если это все оккупация вам пиво ведите в москве пробовали фильм показать хроноскоп он снятый а в кабельной телевидении даже студии сожгли значит просят сделать краткий анализ русских вед с духовно психологической основы что мы должны держать держаться в первую очередь ну я уже говорил это заповеди наших богов и предков то есть веды это инструкция которая написана нашими предками для того чтобы мы полноценно жили в этом мире смысл вед именно в этом то есть наши предки знали что мы будем в нынешнее время находиться в таком плачевном состоянии когда будут работать большинство людей кора головных полушарий и некоторые центры то есть мы все дебилы по отношению с нашим предком это не зная это состояние что мы будем в спячке в такой находиться они нам изложили письменно как для глупых своих будущего потомства вот это веды это инструкция берите и читайте что может быть лучше не читайте какую-то билиберую которая сейчас в книжной полке завалена а читайте именно первоисточники зачем тогда и люди были бы если бы мы не давали что-то новое более прекрасное а мы прекраснее чем наши предки дать не можем не в состоянии мы можем только отразить тот цвет который дан вето в лучшем случае отраженный цвет это уже инвертированный правильно вывернутый а само мнение это укажет своя почка зрения если мы будем эту почку зрения изучать то будем в болоте хлюпать до скончания веков вот представляете был такой вот случай когда голос неба начитался один причем очень знаешь атомную промышленность чуть не взорвал и Европу и Канаду чуть не погубило растопив северный рядовед и океана хорошо из Адмиралтейства мне позвонили и спросили что такое Ванга Димитрова сказал что Европа ну должна погибнуть от атомного взрыва через Мормонт ну хорошо да предполагает мы располагаем поэтому предотвратить как говорится это удалось этого деятельно читавшийся голоса неба а кто может сказать что если вот люди не будут сами задумываться над своим поведением она читается голос неба и скажет что это якобы беды здравомыслие мы говорим об этом здравомыслие шизофреников тимая тьмущая вокруг нас которые там выдают свои больные какие-то идеи заистинные поэтому я говорю в первую очередь познакомьтесь с наследием предхов а во вторую очередь можете уже какую-то другую литературу читать но вам уже не захочется ее читать потому что ничего нового вы не найдете вы поймите что ведом находятся полностью ответы на все ваши вопросы которые вы можете задать полностью исчерпывающие ответы есть а зачем тогда литература еще нужна если это все ведом к сожалению вот тот кто был ну смотрителем можно сказать так за атомной станции на подводных атомных кораблях Мурман в Североморске два или три не помню это основное было судно они километров почти длины были ну вот был тоже который увлекался именно ведами представляет все же линью но он правда потом уже как перешел к христианам Малаканам но первый как он сказал потом КГБ когда его допрашивали именно ведами увлекался да одно дело увлекаться а другое жить по этим западам это две разные вещи веда говорится из многих тысяч людей лишь только начинать интересоваться этими ведами то есть вед это знания из многих тысяч интересующихся лишь один начинает серьезно этим заниматься а из многих тысяч серьезно занимающихся лишь один достигает конечного результата на каком уровне был вас этот интересующийся увлекающийся вернее ведами он слышал об этом да нет он тщательно лишь изучал а потом представляете переметнул почему-то перестан значит я сомневаюсь что он тщательно изучал поэтому и переметнулся поэтому и переметнулся а здравомысля если человек стал на позицию здравомысля он переметнуться ну никак не может если только ему там поголовник дать и там мозги своротить это единственный шанс отворотить от этого пути лоботерапию сделать как наша семья это может отворотить голос не был слышал так и возможно смотрите в ведах есть это хорийско-арифметика значит веда могут быть и хорийски и арийски или это общее веды для всей расы даны и не только для расы веда так пишется что когда Всевышний сотворил эту действительность ну эту вселенную он сотворил три типа существ то есть богов демонов и людей и дал им инструкцию как пользоваться этим миром когда он дал эту инструкцию он спрашивает у богов как вы меня поняли боги говорят мы тебя поняли вот так-то вот так-то вот так-то он говорит хорошо спрашивает у демонов а как вы меня поняли демоны говорят мы тебя поняли вот так-то вот так-то вот так-то тогда он у людей спрашивает а как вы меня поняли люди говорят мы тебя поняли вот так-то вот так-то вот так-то то есть веды человеческие рассказывают и знаете что он им всем ответил говорит молодцы дети мои Вы мне все правильно поняли. Но все будете на свои ступени. Вот именно. Каждому свое. А почему это хорийская? Да. А почему это хорийская именно арифметика? Потому что хорийская, у них наиболее способности развита к логическому мышлению. В математике, да? Да, в математике. Поэтому они из нашего народа лучшие способности имеют. Поэтому лучше изучать их арифметику, их математику. А остальное все значит вообще-то. Да. У них воля совершенная. Вот так говорится. Если мы родились от богов, что в нас божественного? Суть божественная. Мы частички бога. Мы же фатмы. Мы свет миру. Так же? Божественное это? Божественное. Как удержать связь с ведическими богами? И что за это состояние? Но если мы выполняем их волю, мы являемся их проводниками. Это самая лучшая связь будет. Быть проводниками их чаяния и желаний и стремлений. Так же выполнять свои предписанные обязанности. Состояние мы получаем тогда все от этого. То есть мы получаем силы, способности, возможности. Помните, как мы на предыдущей встрече говорили о муравейнике? Как муравейник не может строить муравейник? И вдруг он получает от кого-то информацию, как строить этот муравейник. Чувствуете состояние муравья до подсоединения к родовому своему эгрегору и после. Вот такая разница. Посоединились к родовому эгрегору, сразу получили все знания, как строить это общество. Все это мироздание. Считается, что на пути совершенствования важно открыть родовую память. По их виду, что это есть, или это генная память. Генная память содержит информацию от отца и матери. То есть скрывается память именно генная память. То есть только через гены передается. А родовая память, она вскрывает возможность всех своих воплощений. Где мы воплощались. Может быть мы не только на этой планете воплощались, а еще где-то. И вот память этих воплощений дает нам родовую память. Но все вместе. Вот если от родничка идет канал информационный, он с родом нас соединяет. Там шнур такой идет. Это родовая как бы память идет. И если от витка волос, то тоже еще один шнур идет. Вот это уже с духовным эгрегором соединяется. То есть с теми существами рации, которые не являются нами прямыми родственниками. И вот когда эти два канала сливаются в единый канал, то есть такой человек называется светоч. У него столб такой головы поднимается. Вот тогда все это сливается. Вот это чисто тогда уже родовая память будет, по большому счету. И генная, и информационная о своих воплощениях. Вот это все вместе сливается. То есть мы рано или поздно должны выйти на этот уровень. Тогда чистыми проводниками станем именно способностей, знаний, качеств всей расы. Это получается, что мы должны дойти до уровня, ну в смысле, если мы боги, то просто вспомнить все эти наши возможности, чтобы нас проснулись. И вспомнить об этом и развить. Ну в смысле развить, да. Да, и как в семечке содержится все дерево, так вот и у нас содержатся все качества, которые есть у Всевышнего в нашей расе. А мы лишь только почечка маленькая. Нам нужно распуститься, зацвести и принести плоды со своими семенами. А в потенции у нас это все есть. У моих. У моих. А у серы тоже голубые. Что? У серы голубые тоже. Настроение не. Серые, они же паразиты. И у них основная способность мимикрировать. Все. Они превращаются в внешности, вроде бы похожи на нас, но внутри это твари, нелюди. А у них как они? Мимикрия, знаете, что это такое? Термин научный. Ну, прикидываться чем-то, да. Мы похожим на кого-то, чтобы паразитировать, иметь возможность паразитировать. Это их шприпорода такая, это природа их там. Они до этого и созданы. А у серы какого цвета уровня? Их обучают мимикрировать и на этом уровне. И по группе крови уже мудрено. Обязаны. Черные. Да все есть. Они же об интернационализме кричат. Вы посмотрите в Америке. Там. Это. В Америке есть интернациональная школа. Он говорит, смотрите, вот наши школы ходят, там и желтые, и красные, и черные. Вот мы интернациональные. Зеленые. А все они твари. Вот им это выгодно, а нам это зачем? А по группе крови можно определить? Конечно можно. По группе крови. Конечно можно. Нет, это правда. Ну, на самом деле, у нас не четыре группы, а староверы пятьсот групп крови, я знаю. А лучше всего определять их по химическому составу. Вот в моей книге, вот там, кто читал «Скоченый финист». Я публиковал рецепт. Когда же в кухонных условиях легко это все определить. Там вот последняя книга, да? Тварь, да. Тварь, да. Что? Это последняя, которая выйдет. И выйдет, и там это тоже будет. И в предыдущем издании это есть тоже. И вот. Ну, обращайтесь вот так к руководителям своим. Через них можно будет приобрести. Скажите, вот, вы сказали только о двух. Как вы вот думаете, то, что у кого три макушки? У моих сыновей, например, по три макушки. Бывают, бывают. Дочерей по две. Это просто подключение к различным духовным эгрегорам. В разных воплощениях мы к разным школам были подсоединены. И связь это как бы остается. Ничего страшного. Нет, наоборот, говорят, счастливые, наоборот, говорят. У кого три макушки. А такой вопрос, да, родственные связи между, ну, в смысле, арийцами, хорийцами и светорусами, как это? Нежелательно. В смысле, по цвету глаз смотреть, да? Да. Именно качество взращивает в своем потомстве. Определенное качество. Нет, ну и жену, значит, брать это, соответственно, по цвету глаз основное. И жену для своего сына. И жену для своего внука и правнука, соответственно. То есть объяснять им преимущества. Именно таких супружеских пар. Что? Желательно, да. Ну, это говорит о том, что поместь уже была какая-то. Я говорю, это признак вырожденчества. Есть информация, что раньше у человека было 12 спиралей ДНК. И даже больше. Как вернуть? Влияет ли питание на это? Ну, питание, это, естественно, основной, как бы, принцип здорового образа жизни. Конечно, в какой-то мере питается. Но гораздо важнее не просто питание, а полностью правильный образ жизни. То есть, если мы питаемся правильно, а думаем неправильно, ну, нам удачи не видать. Так же? То есть, все нужно правильно делать. Абсолютно все. В том числе и питаться, конечно. А вот есть такая стажа. Питаться, как дышать? Ну, конечно, это должно быть естественно. Но тут подразумевается, что вы уже должны выйти на тот уровень, что должны уже интуитивно чувствовать, какая пища вам на этот момент нужна. Не по графику там питаться, а интуитивно чувствовать, что мне вот это нужно, вот это, вот это. Это целая маука, как правильно питаться. Пища бывает не только физическая, но и духовная, и все разное. Поэтому... Это отдельный сложный вопрос, отдельная тема уже, более сложная. Есть ли взаимность, возможность организовывать поселение общин в разных регионах России? Конечно, есть. По всей России общины организованы. Нет проблем. Поселение. Поселение? Самый простой способ. Приезжайте в заброшенную деревню, в деревню какую-нибудь, их тема тимущая. Находите хорошее место, с энергетической точки зрения. И покупаете себе там развалюху какую-нибудь. За бесценок. Таких домов сидят в России, тимать тимущая. И деревень, и поселков, тимать тимущая. И снимитесь. Берите единомышленников, создавайте хутор. Приседайте там колхоза, совхоза. С удовольствием вам гектарами землю отдаст. Она там бесходная. Все зависит только от нашего желания. Помните, когда Фаус просит у Минфистофеля бессмертие. Он говорит, я тебе не могу дать бессмертие, сам смерти. Но могу дать рецепт долголетия. Помните этот рецепт? Он говорит, уединись, стеши полей, копай, поши, потей за плугом и ограничься тесным кругом, себя и ум свой не жалей. Наши предки это то же самое говорили. Если враг одолел, бросай все, уходи на новую землю, строит старую жизнь. А кто вам не дает? Да и возможность есть прямо. Никто этому не препятствует. Что вы скажете о теракте Северной Осетии? Да что, все это опять же твариство придумают. Как посерок называется? Кто задумывался на этимологию? А ну-ка этимологию. Земля веса. Земля веса. Что вам еще не понятно? Специально, что про драконие там людей, решили там детишек побить, чтобы все как бы зацепили. А если это их не разработки? Без их, вы поймите, что правительство, что в Кремле, что в Пентагоне, это одно и то же правительство. Не будьте наивны. Помните, где Бодрог погиб? Как ученик называется? Нет. А ну-ка этимологию. Кармадон. Все понятно? Вот так нам все это программируется, а нам выдается якобы за случайность. Нет, это все они устраивают. У меня даже есть таблица. Все эти акты четко умещаются, накладываются на иудейские праздники, как кровавое жертвоприношение. Целая у меня таблица есть. Патриотами сделана уже эта таблица. Все четко укладывается. Можно ли это? Конечно. Не можно, а нужно. Правду нужно, чтобы люди знали. Если будут знать правду, так все, они бессильны перед нами будут. Для чего твари вывозят из Миттгарда золото и другие богатства? Золото они используют как дополнительный аккумулятор, чтобы не размогаться. Так как они все гибриды различные, то им необходима дополнительная солнечная энергия. А золото является аккумулятором солнечной энергии. Поэтому они-то одержатся с золотом. Если у них там какого-то горшка рядом с золотом нет, то они распрываются, как новодворская такая установка. Это дополнительный аккумулятор. Алмазы, как это, у них топливо для космических кораблей. Алмазы. Редкоизменные элементы, там нефть, как строительные материалы. То есть грабят планету по полной правде. Что такое астрология с точки зрения ведической культуры? Как относиться к астрологии? Да, у нас было звездочтение. Чем отличается наше звездочтение от астрологии, которая нам сейчас навязывается послеместно? В том, что у нас была друг полая астрология. Не было, а она есть. То есть расчеты для мужчин и женщин, в непротивоположном порядке расчеты все идут. А у них там однополое все идет. То есть это не наша наука. В этом принципиальное различие. Но знать влияние космоса, которое колоссальное оказывает влияние на жизнь человечества. Мы живем больше жизнью космоса, чем жизнью планеты. Это, естественно, нужно знать. То есть это небесная скрижаль, где все пишется о планах Бога по отношению к нам. Конечно, это входит как бы в джентльменский набор. Без астрологии, то есть без знания звездочтения, естественно, мы не сможем разобраться, что происходит на самом деле. Вы можете литературу подсказать по этому вопросу? Не могу. И не существует? Нет. Она существует, но вы поймите, что это настолько середине секрета, что абы кому и своим врагам это давать не собираемся. Потому что я обучался звездочтению, но литература это была только сам издатовская такая, только для служебного пользования. И поэтому литература достойная. Ну хотя бы изучайте эту астрологию, хоть какие-то понятия будут иметь, то, что дается. А потом на этой базе уже можно подправить. Ваше отношение к движению Анастасии, ваше отношение к мигре существует и Анастасия как личность. Ну прекрасные книги, я считаю. Очень многим людям помогли сделать первый шаг в духовности. Но вы поймите, это всего лишь как детский садик такой. То есть, а книги прекрасные, хорошие. Дело хорошее сделано. Людям очень многих о вакуе ставят. Значит, хорошая книга. А то, что существует или не существует, ну я стараюсь опять пользоваться тремя критериями истинными. Кто более компетентен в данном вопросе? Ну, наверное, у мигрен уже спрашивают. Так же? У меня знакомая там из Питера женщина, она написала, значит, путь Анастасии.